Библейский портал exeget.ru представляет Здравствуйте, братья и сестры, все любящие чтения Слова Божия. Мы продолжаем с вами исследование послания апостола Иоанна Богослова на библейском интернет-портале exeget.ru И сегодня мы с вами рассмотрим четвертую главу. Возлюбленные, не всякому духу верьте, но испытывайте духов, от Бога ли они, потому что много лжепророков появилось в мире. Духа Божия и Духа заблуждения узнавайте так. Всякий дух, который исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, есть от Бога. А всякий дух, который не исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, не есть от Бога. Но это дух Антихриста, о котором вы слышали, что он придет и теперь уже в мире. Такое предупреждение делает евангелист Иоанн Богослов в своем первом соборовом послании, в 4 главе 3 стихе, предупреждение о том, что необходимо испытывать духов, от Бога ли они. И говорит то, что много развелось лжепророков в мире. И говорит о том, что не всякий дух, который исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, есть от Бога. А тот, который не исповедует, есть от Антихриста. Для времени не только Иоанна Богослова, но и для сегодняшнего времени это достаточно актуально. Но Иоанн Богослов имеет здесь конкретное обращение, если так можно сказать, к определенной ереси, которая тогда возникла внутри древней апостольской церкви. Это ересь гностицизма и манихейства. Именно гностики учили о том, что Христос пришел якобы невидимо, или впадали в такое заблуждение, что Он пришел и поглотил все человеческое естество, и Он только был божественным и незрим. Было целое учение о Логосе, как неком ионе невидимом. И было учение о том, что Бог и не может страдать, и прочие-прочие-прочие заблуждения. Об этом писал священно-мученик Ириней Леонский, который написал несколько сочинений против ересей, против заблуждающихся. В одном из них он так и пишет. Вот эта интересная фраза, если люди хотят помочь человеку выйти из заблуждения, он как раз там упоминает одного из гностиков Валентина. Пишет так. «Невозможно лечить людей больных, не зная причины их нездоровья». И далее продолжает. «Поэтому некоторые были намного искуснее меня, но не могли одолеть ересь Валентина». Валентин как раз учил о призрачности пришествия Спасителя. «Не могли одолеть ересь Валентина, потому что в точности не знали их учений». Еще одно из заблуждений, которое содержало там их множество, но вот то, что сейчас вспоминается, которое содержалось о Спасителе. Вот по гностицизму, манихейству, Спаситель приходит не для того, чтобы искупить человека и умереть за него, и воскреснуть. И второй раз он придет не для того, чтобы призвать своих в Царстве Божие, а по учению манихеев он приходит, чтобы собрать частицы истины, которые он растерял. Что это значит? В этом заблуждении есть такая история, где силы добра и зла, а зло по учению гностицизма имеет свое начало, и оно вечно, поэтому и неодолимо, в общем-то, и приводит человека, исповедующий такое заблуждение, к некому унынию. То есть невозможно сделать так, чтобы зло было уничтожено совсем. И вот там пишется, что некогда Мессия, то есть Христос, он сражался с Люцифером, с дьяволом, и столкновение было настолько сильным, что те доспехи, которые были у Христа, которые так и назывались доспехи Бога, они были при столкновении таком сильном разрушены и рассыпались на мелкие части света в мраке этого злого мира. Поэтому Христос по учению этого заблуждения придет, чтобы собрать эти частички света. Ну и кто успеет зацепиться за эту частичку света по тоже заблуждениям гностиков, тот может как бы обрести в нем такое, по их пониманию, спасение, что ли, то есть соединиться вот так вот с Богом. На самом деле из этой ереси вытекает и то заблуждение, которое есть сегодня, современное заблуждение экуменизма. Когда говорят о том, что надо собраться всем религиям, вот этим частичкам, крупицам истины, которые расстроены всякой религией, тогда мы якобы обретем истину. Когда мы услышим об этом, будем понимать, откуда, в общем-то, заимствована эта идея из ереси гностицизма. Вот, где апостол Иоанн Богослов так и обращается, говорит, что всякий, кто не исповедует Иисус Христа, пришедшего во плоти, есть вот антихриста. Еще священномученик, опять же, что вспоминаю в его сочинении, священномученик Леонский писал так, что когда говорили, некоторые говорят, суисловят и говорят, что Христос пришел, Мессия, призрачно и умер призрачно и воскрес призрачно, и отвечает им, сами вы призраки. Очень хороший и правильный ответ, мы с ним согласны. Далее, 4 глава, 4 стих. Дети, вы от Бога и победили их, ибо тот, кто в вас, больше того, кто в мире. Действительно, здесь вспоминаются слова священномученика, вспоминаются слова святого Иустина, Иустина-мученика, который так и говорил, я и Бог, это уже большинство, причем подавляющее. Так здесь и пишет Иоанн Богослов, они от мира, потому что вы от Бога и победили их, ибо тот, кто в вас, больше того, кто в мире. Или, как еще у свидетелей Анзотоуста, по-моему, есть это выражение, которое говорит так, если Бог с нами, то кто против нас. Итак, они от мира, потому и говорят по-мирски, и мир слушает их. Вы от Бога, знающий Бога, слушает нас. Кто не от Бога, тот не слушает нас. Посему-то узнаем духа истины и духа заблуждения. То, о чем и апостол Павел писал, он писал так, что для одних наше благоествование, это как запах благоуханный, а для других это как запах смертоносный. Действительно, мы встречаемся часто в своем просветительском, миссионерском служении, тот, кто этим занимается, что очень многие люди слушают с радостью то, что им говорится о Боге, о спасении, о покаянии. Другие же напрочь это все отвращают. Почему? А потому что ум их и чувства их настроены на другое. На что? На похоть плоти, похоть очей и гордость житейскую. И человек в естественном состоянии никогда не сможет принять неповрежденное евангельское благовестие. Почему? Потому что не очищен, невозможно, как говорил Христос, вливать молодого вина в мехи ветхие. И нельзя небеленной ткани представлять заплату. Кто порвется и это испортится, и никакой пользы не будет. Поэтому свою проповедь и Иоанн Креститель, и Спаситель наш Господь Иисус Христос начинал именно с этих слов «покайтесь» и приблизился к Царству Божию. Что такое покаяние? Это перемена мировоззрения, увидеть себя, что все мои представления, которые раньше были, о происхождении этого мира, например, что он произошел случайно, о том, что бери от жизни все, не дай себе засохнуть, о том, что человек человеку волк, о том, что не обманешь, не проживешь. Вот эти вот все представления, их нужно выбросить и сказать, что да, это было не то. А что же теперь? Нельзя просто отречься и не быть наполненным другим. Тогда будет пустота, а свято место пусто не бывает. То есть человек не может жить в какой-то такой просто пустоте. Поэтому отказ и приятие того понимания Бога, человека, служения Богу и человеку, которые изложены в Евангелии. Только при условии отказа, возможно, от прежнего образа жизни и мысли, возможно, восприятие нового образа жизни и мысли во Христе и со Христом. Поэтому апостол Иоанн Богослов здесь так и призывает. Возлюбленные, пишет он, будем любить друг друга, потому что любовь от Бога. И всякий любящий рожден от Бога и знает Бога. Кто не любит, тот не познал Бога, потому что Бог есть любовь. Вот эти слова 4 главы 1 послания Соборного Иоанна, 8 стих. Он дает определение даже к Богу. Он говорит, что Бог есть любовь. То, о чем мы и говорили, о чем и скажет апостол Павел ранее. В своем послании посему остаются и три веры, надежды и любовь, но любовь из них больше. Иоанн Богослов еще выше поднимает знамя главного исповедания, если хотите, исповедания православного христианина. Это любовь к Богу и любовь к ближнему. Вот к чему надо учиться. Потому что Бог есть любовь. Любовь Божия к нам, пишет далее, «Открылась в том, что Бог послал мир Единородного Сына Своего, чтобы мы получили жизнь через Него. В том любовь, что не мы возлюбили Бога, но Он возлюбил нас и послал Сына Своего в умилостивление за грехи наши». Здесь он напоминает о голговской жертве Христа за нас, что Он искупил нас от того греха, который мы приобрели уже по рождению, как пишет об этом и псалмопевец Давид, «Во гресех ради мать моя». Все мы в этот мир явились с этим пороком греха, с этой предрасположенностью к греху и к смерти. Но Христос избавил нас не только от болезни, не только от греха, как болезни, но и от самой смерти. Возлюбленные, опять же, обращаются этими словами, «Если так возлюбил нас Бог, то и мы должны любить друг друга». То есть, как бы говорит другими словами, что если вы называетесь христианами, значит, и вы должны любить точно так же, как и Христос возлюбил нас. А как Христос возлюбил нас? А Он отдал жизнь свою за нас. Вот в чем смысл жизни христианина. В чем? Отдавать жизнь за других людей. Полагать жизнь за других людей. Это не только значит, как многие думают, в военных действиях, там, защищая Родину, умереть. Нет. Полагать жизнь — это значит жертвовать своим временем, ради служения ближнему. Полагать жизнь — это значит жертвовать своими средствами, помогая ближнему, как сказано, «Если рука твоя по силам делать, то делай». Жертвовать ради другого человека — это находить к нему все расположение, тому, чтобы ему было лучше, ну, а мне как-нибудь. Помните вот эти же три понятия — духовный, душевный и плотской. Вот люди, есть на три категории, если так условно можно разделить. Плотские — это те, кто гребет все под себя, как снегоуборочный комбайн. Ему все мало, все время жаждет, он идет по головам. Таких, на самом деле, немного людей. Больше других людей, душевных. Это которые хотят, чтобы им было хорошо и другим. Таких много. То есть не трожь меня, я тебя не трогаю. Ну, ты мне, я тебе. Торгово-рыночные отношения, взаимоотношения, такие по-другому назвать нельзя. И есть люди духовные, которые хотят, ну, я как-нибудь здесь с краешку, лишь бы только тебе было хорошо. Я все сделал ради того, чтобы было тебе хорошо. Вот что значит полагать жизнь свою. Многие думают, что только в военных действиях нет. Об этом блаженный Августин пишет следующее. Вот он, да, я говорил об этом уже и о любви к врагам, что дальше он и возвышает. Вот в прошлой лекции он пишет так. «Тот, чья любовь достигает и врагов, не обходит внимания братьев. Необходимо, чтобы она, как огонь, сперва объяла то, что ближе, а затем таким образом распространялась на то, что удалено». Конец цитаты. Помните, я в прошлой главе в столковании привел уже этот образ удивительный, красивый, блаженного Августина. И мы читаем далее. «Бога никто не видел никогда. Если мы любим друг друга, то Бог в нас пребывает, и любовь его совершенно есть в нас. Что мы пребываем в нем, он в нас узнаем из того, что он дал нам от духа. И мы видели и свидетельствуем, что Отец послал Сына Спасителем миру». Видите? Он говорит, видели, поэтому и свидетельствуем. Помните, мы говорили с вами об этом, когда в первой главе апостол Евангелистан Богослов, так и он начинает. Он говорит, мы пишем не о том, что придумали, или о том, что там откуда-то просто услышали, но пишет о том, что мы видели. Здесь явно указывается на апостольскую преемственность. Он так и пишет. «О том, что было от начала, что мы слышали, что видели своими очами, что рассматривали и связали руки наши о слове жизни. Ибо жизнь явилась, и мы видели и свидетельствуем, и возвещаем вам всю вечную жизнь». Потому что они видели. В этом и есть преемственность церкви. В этом и есть апостольская преемственность. То, что видели апостолы, они передали другим. Эти апостолы передали другим. Те умерли апостолы, эти другим, другим. И так до сегодняшнего дня. Мы с вами говорили о том, об апостольской преемственности, что русская православная церковь имеет свою преемственность от апостола Андрея Первозванного, может показать во всей полноте. Патриарх Кирилл 179, от апостола Андрея Первозванного. Может ли это показать, например, адвентисты 1844 года? Нет. Может ли показать Баптисты 1609? Нет. Может ли Тиране 1517? Нет. Преемственности они утеряли. Между прочим, Мартин Лютер сам об этом в книге «Согласие» очень печалился. Он понимал, он хотел реформировать ремокатолицизм изнутри, но он печалился о том, что он понимал, мы утеряли преемственности. Мы утеряли преемственность. Хотя там на Западе есть преемственность в католицизме, но можно ли считать, что она сохранилась в полноте? Навряд ли. Почему? Потому что есть искажение вероисповедания. То, о чем пишет здесь в 4 главе. Во 2 стихе апостолан Богослов, который мы с вами прочитали ранее. Видите, как он пишет? Духа Божий, Духа Заблуждения, издавайте так. Всякий Дух, который исповедует Иисуса Христа, то есть исповедание Иисуса Христа, точное исповедание Иисуса Христа, оно очень важно. А где излагается это исповедание веры? Самое краткое в Никео-Цареградском сильной вере, которая приняла тогда вся полнота православного мира. Но нашлись те, которые решили там что-то подправить. Вот этим подправлением, своим мудрованием человеческим из-за этого и произошло. Падение и раскол. Известно. Итак, мы познали любовь, пишет, которую имеет к нам Бог, и уверовали в нее. Бог есть любовь, и пребывающий в любви, пребывает в Боге. Как мы читаем здесь в 16 стихе. Киприан Карфагенский, свидетель, пишет следующее по этому поводу. Цитата. Она очень короткая цитата, но все много проясняющее. «С Богом не могут пребывать те, кто не хотят быть в церкви Бога едины по духу». Конец цитаты. Кратко, ясно и понятно. «С Богом не могут пребывать те, кто не хотят быть едины в церкви Бога едины по духу». И вот еще Василий Великий, святитель, пишет, цитата. «Если же истинно, говорит Иоанн, что Бог есть любовь, то необходимо, чтобы дьявол был ненавистью. Итак, как имеющий любовь имеет Бога, так и имеющий ненависть, знаете, как он подбирает слово, так имеющий ненависть вскармливает в себе дьявола». Конец цитаты. Тот, кто ненавидит, ну, продолжайте дальше кормить дьявола своей ненавистью. Он у вас хорошо прижился уже в таких людях, кто к ненависти относится ко всем и ко всем. И ко вся. Да не будет этого с нами. Максим Исповедник святой пишет также. «Многие много написали о любви, а обретать ее можно у одних человеков Христа. Ибо одни они, имея Его, имели истинную любовь учителям любви, о которой сказано. «Если имею дар пророчества и знаю все верные тайны, а любви не имею, нет мне той никакой пользы». Итак, стяжавший любовь стяжал самого Бога, поскольку Бог есть любовь. Конец цитаты. Но заметьте, что Максим Исповедник святой говорит в самом начале. «Многие много написали о любви, а обретать ее можно у одних учеников Христа». Он возвращает нашу мысль к апостольской преемственности. Обретать эту истинную настоящую любовь можно только у учеников Христа, которые сохранили Слово Божие. Которые сохранили Слово Божие неповрежденным никаким мудрованием. Многие скажут, ну люди могут тоже ошибаться. Могут. Но евангелист Иоанн скажет об этом, что Дух Святой способен сохранить и человек от заблуждения. Способен сохранить. И Христос дал это пророчество еще в своем Евангелии, будучи здесь, на земле. Евангелие от Иоанна, напоминаю. Евангелие от Иоанна, 16 глава, 18 стих. Где сказано следующее. «Создам церковь мою, и врата одни одолеют ее». Это безусловное пророчество. То есть есть в Священном Писании пророчество условное. Это такие пророчества, когда говорится, человек, будешь делать так-то, получишь так-то, то-то. А не будешь делать так, то-то, то-то, тоже получишь, но другое. А есть безусловное пророчество. Если сказано так, создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее. Без всяких условий. Она неодолима. Потому что церковь, это не просто собрание людей, как думают ошибочно протестанты и их последователи. Церковь, это собранный самим Христом. И церковь, это еще и тело Христова. Как сказано апостолу Павлу в послании к Колосиным, 1, 18. Он глава, а церковь его тело. Поэтому не может повреждаться Христос. А где Христос в церкви? Разве он только в людях? Он только в тех людях, которые соблюдают заповеди его. Как говорит об этом Иоанн Богослов. Но во всей полноте и в сущности Христос является в таинствах. В таинствах церкви, которые он сам установил здесь на земле. В таинстве исповеди мы слышим, да не исцелен, а ты идишь. И все Христос незрим стоит перед нами. В таинстве причастия мы слышим, все есть тело и кровь Христова. Истинное тело и истинная кровь из-за Христа. То есть Христос является в таинстве в церкви. Таинства не повреждаются. Поэтому нам не нужно. И нормальные люди никогда не будут снимать фильмы о Христе. Чтобы как бы реанимировать образ Христа. В церкви это не нужно. В церкви он есть, он живой. Потому что церковь в своих таинствах это и есть живой Христос. А церковь Христос так мы и поем. Что он утвердил ее святой своей кровью. Как мы и поем утверждение на тебя надеющихся и утвердит церковь, что ее стяжалось и святой своей кровью. Поэтому так и пишет святой Максим Исповедник, что многие много написали о любви, а обретать ее можно у одних учеников Христа. Ибо одни они, имея его Христа, имели истинную любовь. Истинную любовь учителей любви. Вот так. Итак, читаем далее. Любовь до того совершенства достигает вас, что мы имеем дерзновение в день сюда, потому что поступаем в мире всем, как он. В любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет страх, потому что в страхе есть мучение, боящиеся несовершеннолетней. Некоторые скажут, как же так? Неужели мы у экклезиаста не читаем, что начало премудрости страх Господень? Нет ли здесь противоречия? Нет, противоречия нет. Почему? Потому что это начало любви. А Иоанн Богослов говорит о совершенной любви. Совершенная любовь, не достигая уже, она не имеет страха. А несовершенная любовь — начало премудрости. Ну, есть начало, а есть уже более зрелое состояние. Вот о чем говорит Иоанн Богослов. Будем любить, призывает он нас, будем любить его, Христа, потому что он прежде возлюбил нас, но он возвращает нас эту мысль. Кто говорит, я люблю Бога, а брата своего ненавидит, тот и лжец. Ибо не любящий брата своего, которого видит, как может любить Бога, которого не видит? И мы имеем от него такую заповедь, чтобы любящий Бога любил и брата своего. То есть, снова Иоанн Богослов показывает, что признак того, что человек любит Бога, если он любит брата. А с чего начинается любовь? Ну, хотя бы начать с уважения и не притеснять другого человека. Хотя бы ненавидеть его. Как об этом говорит сначала. Видите, сначала Иоанн Богослов говорит о том, кто ненавидит брата своего. В том нет любви Божией. А теперь он говорит уже по-другому. Он говорит так, что если мы не любим брата, то нет нас любви Божией. То есть, сначала нужно научиться ненавидеть. Нельзя ненавидеть брата. Потом уже мы достигнем более совершенной любви по милости Божией. Прибегая, снова и снова повторю, прибегая ко всем условиям, которые есть в церкви. Вот как пишет об этом Блаженный Августин. Цитата. Тот, кто не любит своего брата, не пребывает в любви. А тот, кто не пребывает в любви, не пребывает в Боге, поскольку Бог есть любовь. Четко дает заключение Блаженный Августин. Будем помнить это. И проверять себя. Любим ли мы Бога? Или наоборот, как это выразил в другом стихе другой Святой Отец, «Вскармливаем ненностью в себе дьявола». Да не будет это с нами. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...